всем привет друзья меня зовут валерия и вы заглянули на мой канал сегодня 4 ноября пятница и в преддверии выходных мне очень хотелось поделиться с вами промежуточными результатами своих работ рассказать о своих планах и продемонстрировать свой незапланированный старт ну и конечно же показать немногочисленные покупки итак первое с чего хотелось бы начать это адвент календарь от буциллы старенький календарик номер его 82 760 выпущен он был в 1991 году в своих предыдущих видео я вам рассказывала что получаю самые положительные впечатления в процессе отшива этой работы это не первый мой опыт отшива буциллы и мне все очень нравится и сегодня я могу с уверенностью сказать что до нового года точнее до 1 декабря я должна закончить но я надеюсь что я успею закончить и вроде как все складывается так что проблем возникнуть не должно продвижение хорошие ну и чтобы быть не быть голословно я покажу вам что же у меня получилось на сегодняшний день и так как вы видите я полностью до вышивала елочку новогоднюю сделал все французские узелки которые изображают здесь гирлянду сделала бэкстич на свечах закончила окна с сердечками снегопад и завершила мишку кубики и кукольный домик также у меня здесь начала проявляться куколка она очаровательна на ней еще пока практически нет бэка самый минимум и вот я как раз хотела бы рассказать вам о том как интересно в данном наборе в данной схеме все продумано что зачастую персонажи складываются из бэка и соединение крестика то есть не то что ты вышиваешь крестиком какую-то какого-то персонажа а потом просто бэком проходишься по его очертаниям нет здесь бэк это такой же главный персонаж как и крестик как например вот давайте я покажу на схеме мне кажется будет нагляднее вот видите куколка чтобы сделать ее чипчик мне нужно было вот видите очертить бэк то есть я сначала закончила вышивать елочку вот эти крестики это пока елочка ветви ели дальше у нас уже начинается чипчик он не зашивается белой нитью вообще здесь все не зашитые участки которые белого цвета это просто не зашитые участки канвы которые не нужно заполнять ничем то есть вот у меня будет бэком здесь обозначен чипчик тут вот складочки на чипчике а уже непосредственно вот здесь начинается ее волосы и личико вот это у меня уже здесь имеется то есть вот волосики и плавно переходит в личико тут есть румянец на щеках а вот здесь вот видите тоже бэк стич это рукава вот видите тут такие точечки соединения точечек с линиями это как раз рукава они тоже изображаются бэком а дальше уже вот здесь вот ее ладошка она уже вышивается просто крестиком вот так что бэка здесь прилично но он совершенно не сложный очень очень понятный и он очень украшает все здесь то есть в отличие от других наборов которые я вышивала раньше бэк не был таким главным персонажем вышивки а здесь он вполне себе на лидирующих позициях вот так что такая вот красота получается то же самое было с крышей домика как вы видите я сначала серой ниточкой крышу обозначила а потом бэком верхнюю ее часть и трубу тоже обработала бэком то же самое с окнами дверка и если вы приглядитесь то заметите что вот здесь вот даже французским узелком обозначена ручка двери вообще здесь очень много потрясающих деталей которые добавляют милоты этой композиции вот посмотрите кубики да в кубках в кубиках видны буковки эй л си все очень здорово и настолько они реалистичные и объемные что кажется будто они действительно лежат перед тобой стоит только протянуть руку и ты дотронешься до них вот здесь видите у меня начал проявляться ствол дерева вот ну и все собственно говоря не так уж и много тут осталось потому что дальше у нас ну что на этой полочке у нас еще на подоконнике точнее изображены еще утенок и все и потом я раму завершаю нижнюю часть раму потому что боковые части рамы у меня уже есть потом обои паровозик овечка лошадка и солдатик ну а дальше то что здесь у нас изображено это уже не вышивается за исключением младенца иисуса которые конечно же под номером 25 только вот это вот вышивка все остальное это очаровательнейшие игрушки деревянные очень красивые красочные и конечно же да вот эти вот клетки мне нужно будет еще вышить и вот эти вот соединения между клеточками тут тоже такой интересный орнамент с бело-зеленый очень нежные аккуратные вот так что вышивается все очень легко все вышивается в три сложения нитей и совершенно легко все укладываются ниточки я над ними особо не колдую как получается так получается но мне кажется что все вполне прилично мне очень нравится ели на заднем плане они очень завораживают как-то привлекают к себе свое внимание и видите вот даже на фоне мишки тоже кусочек сердечка будто бы выглядывает а все остальное уже прикрывает мишутка здесь вот тень видите падает от медведя под ним и около елочки то есть все продумано до мелочей и каждая деталька она сделана с любовью вот просто буквально все каждая малейшая деталь в ней чувствуется теплота и продуманность мне кажется что лучше и невозможно просто даже придумать то есть я вам всем очень рекомендую этот набор если у кого-то есть за граммах или вы планируете может быть приобрести он очень душевный очень теплый и уютный но это был мой первый процесс нитки я показывала вам в прошлый раз они тоже красочные очень хорошие здесь еще комплектация не нитками dmc обычные ниточки буцилла очень яркие красочные у меня все на органайзере вот и вышивать ими одно удовольствие конечно же они длинные как и все как и во всех наборах буциллы но это это лучше гораздо чем короткие нитки поэтому работать с ними у вас не вызовет никаких сложностей и все будет в удовольствие то есть это первый процесс второй мой процесс это полуденный чай от Dimensions я его не буду показывать потому что он не продвигался еще я вышивала собачку Апчхи тоже от Dimensions но там небольшие продвижения поэтому тоже не буду вам показывать а расскажу о своем незапланированном старте и это новый для меня производитель с которым я никогда раньше не работала это Glendon Place честно скажу я никогда не была любителем семплеров или я никогда не вышивала мандалы и все это для меня было совершенно в новинку но я увидела женщина продавала вот такой вот limited edition ограниченное количество выпусков было у этого набора и меня заинтересовало я не знаю почему но мой взгляд просто приковала вот это вот изображение он называется mixed berry cheesecake чизкейк из смешанных ягод и я не смогла оторвать от него взгляда я прочитала что он вышивается на окрашенной на окрашенном лине и комплектуется шелковыми нитями также бисером ну и как обычно схема но я предполагала что схема будет простой с повторяющимися сюжетами но меня это не остановило я заказала его стоил он вместе с пересылкой 20 долларов и с нетерпением ждала я не знаю почему вот прям безумно мне не хоть мне хотелось его вышить хотя повторюсь это совершенно нетипичный для меня сюжет и так покажу вам что же входило в комплектацию это вот такие вот шелковые ниточки они совершенно приятные на ощупь я честно говоря раньше не вышивала шелковыми нитями вот может быть там одной-двумя в каких-то там процессах от just none но так чтобы прям все нитки у меня были сплошь шелковыми это было для меня в новинку также здесь еще есть вот такая вот ниточка ручного тоже окрашивания в которую входят все вот эти вот цвета то здесь они представлены по отдельности а здесь это одна сплошная нить то есть ты там выбираешь себе сам какой цвет тебе больше по душе вырезаешь этот участок но честно говоря я не заморачиваюсь выбором особым я отрезаю край и вот собственно говоря какой цвет остался с такого и начиная вот так же здесь еще есть вот такая розовая ниточка она для пришивания бисера я уже ею воспользовалась хотя рекомендуют вышивать бисер сам пришивать бисер в самом конце и вот такие мил хилл бисеринки они очень красивые особенно я сейчас вам покажу мне особенно понравился сиреневый бисер они все красивые они в том ниточкам тут розово-перламутрово-сиреневые оттенки вот посмотрите вот этот вот сиреневый он мой фаворит я положу вам вот на белый лист вот и он называется shimmering like вот видите блестящий блестящий сирень вот видите какой красивый ну и все остальные уже покажу раз пошла такая пьянка розовый у них у всех еще такие интересные названия но вот этот просто розовый это у нас а если ледяная сирень но этот просто беленький вот и у ниток тоже интересное очень название тут каких только нет и и гиацинт и малинка чего только нет очень красивый но и конечно же я приступила к нему сразу же не стала складывать в свои закрома и вот посмотрите что у меня есть на сегодняшний день камера как обычно не передает всей красоты магии и очарования но он такой красивый девочки я не знаю почему я не могу просто от оторвать от него взгляд и вот я вам говорила что я не выделяю не отрезаю специальный кусок нити а как она идет так и идет мне хочется чтобы он был вот таким вот непредсказуемым что ли мне нравится очень игра красок мне кажется они прекрасно все сочетаются между собой и как вы видите вот здесь вот я уже пришила розовый бисер и вот тут вот между вот этими двумя узорами я пришила сиреневый они потрясающе сверкают невероятно переливаются и на камере кажется что ткань белого цвета но на самом деле нет она нежно розовая вот смотрите если приложить белый лист бумаги спасающий наш нас всех трюк то вам я думаю гораздо отчетливее видно что ткань нежно-нежно-нежно розовая и я распаковала этот наборчик просто трясущимися руками так мне хотелось к нему приступить и даже в выходной день я встала ни свет ни заря чтобы буквально там 15 минут повышивать потому что конечно же вышивать нитками шелковыми это отдельное удовольствие хлопковые тоже прекрасно очаровательны но шелк это что-то невероятное вот на ощупь они до того нежные и вот мне кажется от одного прикосновения к этим ниткам становится как-то спокойнее это своего рода медитация вот так что такой вот у меня сюжет я думаю что он не отнимет у меня много времени он не потребует особой усидчивости но тем не менее появление его в моих работах отодвинула все остальные на задний план и вот я к нему ну хотя нет я бы сказала что это такой конкурент у календаря от буциллы потому что я тянусь к нему очень часто но поскольку тот нужно закончить в ближайшем будущем а с этим меня вроде как ничего ничего не подгоняет я все-таки отдаю предпочтение тому но руки тянутся к этому очень и очень заворожило меня просто вот это вот изображение я не знаю мне он совершенно не напоминает чизкейк не знаю почему они его назвали именно так но тем не менее вот мне кажется что это мандала какая-то ну по крайней мере я себе ее представляю именно так вот так что это вот мой второй процесс и теперь я вам покажу еще парочку своих покупок об одной из них честно говоря я даже не мечтала она свалилась мне как снег на голову и это вот буцилла the hiding place убежище очаровательная рыжая бестия ну надо ли говорить что отшив этого набора я увидела на канале у светлана горелкиной и увидев его я так влюбилась в эту лесу и в этот снег сиренево-фиолетовый я помню она говорила что несмотря на то что здесь большая часть сюжета отдана снегу на большое количество белых нитей в наборе вы не рассчитывайте и мне это очень отчетливо запала и я думаю ну как же так но неужели так бывает и когда я получил этот сюжет этот набор я перевернула посмотрела и да светлана горелкина говорила правду здесь практически нету белых ниток ну самый минимум это если прям вот вглядываться в этот пучок то где-то там в глубине есть на 1 2 ниточки а так так нет все остальное там какие хочешь цвета только не белый я честно говоря даже не искала его и он мне никогда не попадался в продаже а если попадался то стоил очень дорого а тут женщина просто распродавала коробку товаров которые вернулись с амазона и в том числе был этот набор и вы не поверите я приобрела его за 2 доллара я не могла поверить честно говоря что такое может быть потому что но это же что-то невероятное и вот этот вот художник дэрл буш который широко известен в америке с его работами знакомы многие и что уж говорить потрясающей красоты картины я думала что мне придет наверное просто схема там не будет не так или не будет ткани но в общем я была готова на все на на все что угодно потому что ну как может быть такое произведение искусства за 2 доллара пришел мне совершенно новый набор причем он был даже еще в целлофановой пленки сверху и как обычно трясущимися руками я открыла коробку но не хотела даже убирать целлофан потому что с таким трепетом я взял его в руки как будто бы просто какое-то сокровище и когда поблагодарила женщину написала ей об этом она мне ответила что спасибо вам что вы избавили меня от него и я даже мужу написала что вот как все таки интересен этот мир для кого-то в частности для меня этот набор это целое сокровище а для кого-то это просто что-то от чего нужно избавиться любыми путями и ну вы меня поняли в общем я не могла насмотреться на него надышаться им я любовалась им показывала его всем просто и не успевала повторять ну какой же он прекрасный но ну посмотрите же на него да и как вы видите здесь уже в комплектацию входят ниточки dmc я знаю что колесо наверняка будет сложным и светлана говорила об этом предупреждала но меня это не остановит я очень сильно хочу увидеть эту очаровательную рыжую лису потрясающей красоты закат именно такого цвета заката бывают очень часто в америке и конечно же снег именно вот в таком виде сиренево-фиолетовым когда уже сумерки это очевидно тут смеркается именно в таком виде я и хочу увидеть эту картину и я надеюсь что я с ней справлюсь так я даже не сказал вам что артикул набора 45 769 размер 40 на практически 30 сантиметров вышивается на равномерке 28 каунта белого цвета вот какого года набор 2013 года то есть ему 9 лет он совершенно не старый но в продаже его не найти все мы знаем что наборы от буциллы снимают с производства очень быстро и получив этот набор я сразу же стала думать кем же я могу дополнить этот сюжет и что в моих запасах есть подходящие у меня есть одна еще лиса отриолис она многим из вас хорошо знакома где сидит лисичка на сером фоне ну мне хотелось чего-то другого и я совершенно внезапно для себя вспомнила что есть у меня еще вот такой интересный журнал стони крик и посмотрите опять же колесо очаровательнейшее колесо из которого как сумасшедший выскочил заяц сидит кардинал на еловой ветке припорошенной снегом ну и сорока конечно же тоже я представляю себе как она кричит там картинка просто вот как будто бы стоп-кадр фотографии настолько все реалистичное наверняка вы знаете тоже этот сюжет многим он из вас хорошо знаком мне кажется но в отшивах я видела не часто его на стич су я смотрела по-моему там есть один отшив вот и покажу вам у меня здесь полная комплектация тоже приобретала у женщины вот видите ниточки dmc с полным списком стоят везде галочки и равномерка да здесь у нас что у нас или тален тогда это двадцать восьмого каунта джобилен да все для этого наборчика красивая голубая она а и здесь еще вот видите она вложила ниточку марлит 872 честно говоря я я даже не знаю я никогда не вышивала этой нитью тоже похоже на шелк она очень красиво очень переливается интересно вот и если опираться на список цветов то и здесь ого-го сколько 57 57 ниточек dmc вот для такого небольшого сюжета ну вот как мне кажется это будет потрясающий компаньон моей рыжей бестии мне кажется они будут прекрасно смотреться вместе но и да если уж вдруг мне покажется что одного колеса мне недостаточно то я непременно возьмусь за другое весьма похожее колесо и буду радоваться только я вот не знаю какого размера это вышивка что-то я никаких исходных данных могу найти кроме того что какие ниточки здесь используются а какой будет готовый размер работа я не вижу но ничего поскольку у меня уже здесь есть готовая ткань видите здесь даже она еще раз распечатала эту картинку и вложила в пакетик чтобы было понятно для чего она предназначена ну давайте посмотрим насколько она большая и очень приятного качества ой тут даже на самом деле два кусочка бой очень-очень мягенько нет небольшая она и уже обработанная с одной страны обработаны а с одной не работа да вот такой красивый серый цвет насыщенный серый очень она мягенькая мягенькая да идеально подходящая под эту картинку так что вот друзья такая вот красота у меня должна получиться как вам нравится ли мои компаньоны для этой очаровательной пушистой лисички мне очень нравится вот но и последнее что я хочу вам показать это тоже бутсы зла вот такой очаровательный венок дэлла роберет я честно говоря никогда не видела этого наборчика в продаже но увидев его взгляд оторвать мне уже не удалось а все почему потому что здесь изображены гранаты они очень красивые они просто обалденные да еще и в сочетании с этими фиолетовыми сливами здесь видите есть груши сливы виноград тут по моему какие-то орешки так тут цветочки проглядывают ну и конечно же вот этот голубой бант лента потрясающей красоты и надо ли говорить что красоту эту создала многими любимая нэнси росси набор этот мне кажется редкий я искала его отшив везде где только можно но не нашла думала о нем думала артикул его 40 578 и решила заказать тоже кстати 91 года набор это ровесник моего адвент календаря и видите cooler design studio это их схема и да я кстати смотрела на 123 стич есть такой есть такая схема она в свободном доступе поэтому пожалуйста можете приобретать если вам она тоже нравится вышивается на аиде 14 каунта коричневого цвета и вот пожалуйста посмотрите какие красивые ниточки но и цвета аиды тоже очень приятный и ниточки очень красивые яркие и я сразу же вспомнила свой адвент календарь какой он приятный в отшиве какой он красочный и этот венок тоже влюбил меня в себя и размер у нас 14 на 14 то есть он будет да но это где-то 28 наверно даже 30 сантиметров вот такая вот красота пополнила мои запасы так что вот пожалуйста дорогие мои любители вышивки такие вот у меня новости такие продвижения положу вам всю эту красоту сюда чтобы вы могли еще раз взглянуть на это и оценить если вам понравилось то я буду рада вашим добрым словам комментариям подписывайтесь смотрите следите за моими продвижениями и я рада обратной связи благодарю вас за внимание крепкого вам здоровья и всех благ до новых встреч пока пока